И всем привет! Сразу предупреждаю, я сегодня без подготовки. Вообще я буду нища такого. Ой, ладно. Хочу рассказать про одну из самых таких замечательных фоторедакторов для iOS. Почему из самых замечательных? Потому что здесь настолько много различных настроек, что по-первых глаза разбегаются и даже не верится, что в таком простом интерфейсе может быть что-то такое интересное. Давайте выберем какую-нибудь программу, программу-фотографию. Как видите, можно сначала выбрать сразу разрешение под 100%, 75%, 50% или 25%. Как вы можете видеть, еще отображено это в пиксел. Давайте выберем 100% результат. Это макачина, которую я пел недавно. Хотя нет, уже давно. В общем, классная фотография получилась. И вот как ее можно здесь отредактировать. Во-первых, можно фотографию, как видите, внизу четыре иконки. Это обрезать различные цветовые эффекты, спецэффекты и еще такие, еще какие-то эффекты. В общем, одни эффекты, эффекты. Кроме того, как можете заметить, здесь вот такой находится квадратик. Если нажать на нее, на него, то можно выделить часть какого-то изображения, вот допустим отдельно, и редактировать только именно эту часть. Давайте я вам покажу именно отдельно на этой части. Для начала, ну, обрезать это. Понятно, вот. Во-первых, работать с цветом. Как видите, сколько куча настроек. Автоматический режим, эквалайзер, простеризация, кривые цвета и, ну, то есть тени. И, господи свет. Как видите, эффект очень даже налицо. Дайк это, значит, мы отменяем, сейф мы сохраняем. Кроме того, вы видите, вверху стрелочки можно отменить или повторить эффект. Экспозиция есть. Что тоже, в принципе, хорошо. Кроме того, хочу показать вам кривые. Да, вот это тоже хорошо. Можно сразу RGB. Можно подельность каждый канал. Инстаграммы. В общем, плюсом мы добавляем еще кривые точки, точнее. Если просто тапнуть, то можно посмотреть, какое было изображение до этого. Здесь у нас всякие ломо-эффекты есть. Ну, как обычно во всех редакторах. Можно выбрать софтовые, черно-белые, другие. Тут есть еще HDR. Кстати, очень классная вещь. Вот. Ну, она очень хорошо помогает подстраивать снимок. Скетчи. Видите? Мозаики. Это вот очень удобно. Можно выбрать кусок на фотографии, что-то лицо, если вы не хотите показывать. И вот его замазайте. Замазайте. Есть такое слово? Дот-точки. Ладно, в таких эффектах у нас есть софтовый... Ой, это не то. Простите. Софтовый glow. Ну, не знаю, как перевести. Типа размытие. Радиальное размытие. Вот. Размытие по Гауссу. Вот эта штука очень классная. Можно полностью выделить изображение. Несколько раз нафигачить эффект на фотографии вот этого Гаусса. Размытие по Гауссу. И получится отличное фоновое изображение. Радиальное размытие. Ну, в общем, вы поняли смысл. И всего... Вы знаете... Конечно, не хватает кое-чего там, чтобы рисовать там или текст. Но на все остальное это, наверное, полный набор из всяких подобных приложений, которых я видел. Добавить шумы можно, как видите. И даже цветные сделать их. Ну и вроде как... Все. Потом можно расшарить на Facebook TweetPick или Flickr. Ну и сохранить, естественно, она сохраняется в фотопленке. В общем, по-моему, все. Считаю, это мощнейшим, одним из самых полных приложений, несмотря на свой, я бы сказал бы, скудный дизайн. Но в то же время, очень мощный функционал. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь в Twitter, группу Facebook, на канал обязательно подписывайтесь. Всего вам хорошего. Пока.